13.07 в Кирове на 101.fm программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева и сегодня напротив меня сидит Тахир Мамедов, член общественной палаты Российской Федерации и генеральный директор группы компании «Росбизнес-консалтинг». Тахир Алиевич, добрый день. Добрый день, Юлия. Ну, наверное, по традиции уже, как мы начинаем программу в последние две недели, начинаем с политики и с новостей вокруг нашего в Рио губернатора Игоря Васильева. Вот буквально накануне на «Коммерсанте» появилась статья о том, что по информации издания в Кировской области планируется разделить две должности – председателя правительства области и губернатора Кировской области. Вот как вы понимаете, зачем это делать? Вот так уж совпало, что буквально вчера мне звонили из издания «Клуб регионов» и, в принципе, вот этот вопрос задавали мне. Значит, то же самое я им сказал. Следующее, что, наверное, главной целью повышения эффективности государственного управления. Другого, я думаю, что тут вряд ли можно что-то придумать, да. А насколько это будет соответствовать тем целям, которые, значит, имеют в виду исполняющие обязанности? Ну, мы посмотрим, на практиках это будет. Главное – это повышение, попытка повысить управление, эффективность управления государственным. Хорошо. За счет чего эффективность госуправления должна повыситься при разделении этих двух должностей? Давайте, да, давайте мы немножко вот разберем, да. Смотрите, есть губернатор региона, есть, будет, есть глава правительства. Возьмем по аналогии Россию. У нас есть президент, есть премьер-министр. Это полная калька получается, по большому счету. И нужно сказать, что эта тенденция, вообще-то, идет как тренд, значит, управления регионами по всей России. Совсем недавно в Подмосковье, в ЗАГС-собрании Подмосковья принял, значит, такой закон о разделении полномочий, значит, первого лица на, значит... Иркутская область, Сахалин, Астраханская область. Ну, вообще-то, их много. Это наши соседи, Пермь, Татарстан. Всего таких регионов в России 14. Вот я вчера нашла статью, где перечислены все регионы, где разделены эти две должности, насчитала 14 регионов. Ну, с Россией, понятно, да, президент не может объять своим вниманием весь спектр вопросов. Тут понятно, зачем нужен премьер в рамках отдельно взятой области или отдельно взятого региона. Вот я как раз это и хотел сказать. Сегодняшний этот тренд, я хочу сказать, что, насколько по моей информации, более 20 регионов уже имеет такую систему. Может быть, статья, которую я нашла, устарела, я не претендую? Ну, это около того, да, пару десятков. Но тенденция, как мы видим, продолжает тренд в сторону именно разделения в регионах. Но здесь можно следующее сказать. Как мы понимаем, мы понимаем, какие реалии экономические нынешние, кризис. И экономика требует в режиме фулл-тайм нахождения первого лица или лица, который занимается непосредственно экономией региона, у руля, и оперативно реагировать, и глубже вникнуть в проблему. И вот с этой точки зрения, вот период кризисных явлений, на мой взгляд, то, что мы сейчас идем в процессе такой длительной, как рецессии нашей экономики, я думаю, что это обосновано. И потому что первое лицо, я как там и говорил, что он разрезает ленточки, занимается абсолютно неисчисляемое количество различными представительскими функциями, встречи и так далее, и так далее, и так далее. И выезды и в центр, и в Москву, и в другие регионы. А экономика требует на сегодняшний день где-то даже, в смысле, вручного вмешательства управления. Ну, то есть один разрезает ленточки и представляет интересы региона в Москве, а второй руками работает. Ну, вы, конечно, немножко утрируете, Юлия, но я в том числе сказал, что это есть вещи такие. Кроме того, тут есть, знаете, и содержательная сторона вопроса, на самом деле, и политическая. То есть, как мы видим, и, кстати, очень многие ставят в виду, что у нас почему-то у президента высокий рейтинг, потому что он занимается политикой. А у нас премьер-министр всегда рейтингом стремится к нулю, как всегда, да, потому что с экономикой все плохо. И в этом смысле, наверное, есть какие-то политические тоже акценты, скорее всего, нужно иметь в виду, что за экономику будет отвечать, естественно, избранный губернатор отвечает за все, само собой разумеется. Но тот, который непосредственно занимается экономикой, с него, пожалуй, больше всего спрос. Ну, вот знаете, то, что вы сейчас описываете, я, в принципе, понимаю, да, логически, но у меня рождается почему-то этой всей историей одно определение. Громад вот. Ну, то есть, если что, если что-то не так, виноват премьер, премьер-министр или председатель правительства области, губернатор всегда хороший, занимается стратегией, стратегическими вопросами связи с Москвой. Но я бы то, что вы сейчас описали, назвал бы несколько иным словом, на мой взгляд, гораздо более подходящим в данной ситуации. Это создание некой системы сдержек и противовесов. Понимаете? Когда нет в бюджете денег, губернатор встречается с населением, ему говорят, что нужно эти вопросы решать. Губернатор должен сказать, что я дам поручение правительству, они проработают по возможности, исходя, ну, я просто моделирую ситуацию, значит, состояние экономики, возможно, мы этот вопрос решим. А если он будет одновременно отвечать за экономику, тоже непосредственно, вряд ли будет сложно сказать, что я поручу сам себе и посмотрю, как там получится решить этот вопрос населения. Поэтому подчеркиваю, это создание в том числе, создание системы сдержек и противовесов, и я к этому отношусь положительно, скорее положительно. Но тут один нюанс нужно обязательно подчеркнуть. Если мы еще раз коррелируем нашу действительность с российской, с федеральной системой, мы видим, что у президента есть огромнейший аппарат, сопоставимый даже где-то больше, чем правительство, систему советников и подразделений, которые отвечают за отдельные отрасли экономики и так далее, и так далее. То есть это огромный аппарат. Я приветствую это нововведение, эту систему только в том случае, если у нас не будет новый штат создаваться, штаты, которые будут обслуживать губернатора. Которые потребуют зарплаты и так далее. Совершенно верно, и так дырявый бюджет. Но я думаю, что и в реалиях региона, скорее всего, нет. То есть аппарат будет и правительства, и губернатора единый. И в этом смысле ничего плохого я не вижу, скорее наоборот. А вот объясните мне, пожалуйста... А, мы, наверное, должны сейчас уйти на перерыв. Нет, еще пять минут. Хорошо. Объясните мне, пожалуйста, принципиальную разницу конструкций. Можно ведь назначить первого зама, ответственным за экономику региона, да? Губернатор и первый зам, и, например, губернатор и председатель правительства. В чем принципиальная разница? Ну, все, наверное, зависит от содержания этих должностей. Содержания. Но ведь работала Кировская область именно в том режиме, в котором вы говорите. Но давайте так. Мне кажется, что у каждого руководителя есть право выбора системы формирования своего управленческого аппарата. Это безусловно. Да. Мы в данном случае видим, что новому губернатору это именно так представляется более оптимальным, эффективным ведение дел региона. И я думаю, что у него, наверное, есть право на этот выбор. И еще раз повторяю. Но в эту принципиальную разницу видите или нет? Я единственное, что понимаете, вот почему нас назвали, вот я вам отвечу на вопрос вопросом, да, как бы это некорректно. Вот. У нас же поменяли глав департаментов на министр, да? Ведь по большому счету функционал особо не изменился. Изменился, наверное, подход в работе и в некотором смысле эмоциональная наполняемость этих должностей. Это в некотором смысле повышение ответственности конкретных людей, которые занимаются той или иной работой. В данном смысле я также вижу либо быть первым заместителем, либо быть председателем правительства, у которого есть полномочия. Вот, скорее всего, так. Все это, еще раз повторяю, это все зависит от содержательной части и функционала работника, соответствующего лица, который будет выполнять некий группу, решать некую группу вопросов. Ну, хорошо, ладно. Вот коммерсант в своей статье ссылается на некие источники в недрах Кировской области. И они даже называют кандидатуру на председателя правительства Кировской области. Это Алексей Кузнецов. Вот, оцените, пожалуйста, потенциал человека в качестве председателя правительства. Наверное, мне будет не совсем корректно оценивать положительные и отрицательные черты Алексея Борисовича. Я его очень хорошо знаю, я его знаю давно. Но оцените положительную тогда. Но я бы сказал в данном случае следующее. Следующее. Вот буквально накануне, когда эта информация появилась о том, что у нас будет... Возможно такое. Да, да. Накануне была информация, прошла о том, что наш в Рио новый губернатор говорил о возможности приглашения из Москвы федеральных политиков. И вот, честно говоря, я тогда подумал, кого же можно пригласить на этот... И кого же, и на какой пост в Кировской области приедет федеральный политик. Вот, когда я услышал вот эту информацию, что у нас разделение произойдет, вот, честно говоря, я сразу подумал, что ага, ну, пазлы складываются на самом деле. Скорее всего, лицо федерального масштаба, политик, скорее всего, согласится вот на такую должность, как эта. Но при этом я свое мнение высказывал и говорил о том, что я считаю, что в Кировской области, даже в внешнем составе правительства, есть люди, которые способны эту работу вести. Один из них, безусловно, Алексей Борисович Кузнецов, к которому и я лично, и я думаю, что многие, ну, скажем, бизнес-элита достаточно положительно относится. Вот все, что я могу сказать по этому поводу. Ну, хорошо, вот, наверное, последний вопрос на эту тему, уйдем на перерыв. А если эти должности все-таки будут разделены, вот, как это отразится на жизни нас с вами и всех остальных жителей области? Ну, конечно, время покажет, но мы надеемся на следующее, что вот я уже в самом начале об этом сказал, в условиях кризисных явлений в экономике, появление человека, который, причем полномочен решать достаточно широкий круг вопросов и ответственно за деятельность определенных систем в экономике, это достаточно позитивно должно отразиться, на самом деле, потому что экономика требует очень такого пристального внимания и в режиме постоянного времени. И я надеюсь на лучшее, во всяком случае, что лицо, которое будет отвечать за эти, за экономику, будет там, глубже, чтобы вникать в проблемы экономики. Видимо, в чем-то мы это на себе почувствуем. Очень надеемся. И я предлагаю сейчас уйти на перерыв. Я напомню, что это особое мнение Тахира Мамедова, члена Общественной палаты Российской Федерации и генерального директора группы компании ProBusiness Consulting. Сейчас мы уходим на перерыв и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Тахира Мамедова, члена Общественной палаты Российской Федерации и генерального директора группы компании ProBusiness Consulting. В перерыве мы уже начали обсуждать политику. В эфире я предлагаю продолжить. А, Тахир Алиевич, сегодня на сайте бизнес-новостей появилась замечательная статья, вот прямо замечательная, всем рекомендую сходить посмотреть, «Доходы кандидатов в Госдуму». Итак, я сейчас коротко пройдусь. Рахим Азимов, 5,2 миллиона рублей. Ну, все понятно, здесь источник компании «Уралхим», «Газпромбанк». Ну, дальше вот интереснее. Например, Алексей Водинцев, КПРФ, 252 тысячи рублей. Дальше еще интереснее, Николай Барсуков, коммунист России, 124 тысячи рублей. Андрей Орлов, партия Роста, 0 рублей. Андрей Перов, партия Яблоко, 279 тысяч. Сергей Рогожкин, патриоты России, 77 тысяч рублей за год. За год, 77 тысяч рублей. Вот как вы относитесь, когда люди указывают на столько низкие доходы, потому что, мне кажется, 0 рублей в принципе невозможно заработать. То есть, либо ты работаешь просто в серую или в черную, в серых схемах неофициально, либо ты сидишь просто дома на диване. Ну, вот когда люди указывают такие небольшие цифры, там даже 77 тысяч рублей в год, ну о чем мы говорим? Это что? Это лукавство, это намеренное сокрытие доходов. Как вы это оцениваете? Вот первая реакция, что этим людям надо помогать материально, да? А вот они и баллотируются в Госдуму. Возможно, чтобы... В смысле это ирония, да? То есть, 0 рублей у кандидата. Ну, пожалуй, надо посмотреть, может быть, действительно, у него человек есть инвалидность, там, он на иждивении, там. А ведь реально, может быть, теоретически это возможно? Ну, теоретически это, конечно, возможно, но тогда возникает другой вопрос. У него, наверное, есть по инвалидности, должно быть тогда какое-то пособие. Ну, хотя бы пенсии, я не знаю, пособие, да. Ну, мне сложно судить, на самом деле, если этот человек трудоспособный, значит, работоспособная личность, и у него есть семья, безусловно, там есть доход, значит, он не декларирует этот доход, и находит возможность избегать, там, избежать, там, декларирования. Конечно, это вызывает, в некотором смысле, дискомфорт и недоверие уже изначально. Ощущение, что вас обманывают. Да, и доверие, и изначально, да, 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 утратив доверие к личности, которая идет вот на выборы, хочет представлять или пытается стать лицом определенного, там, количества избирателей и представлять их интересы, там, в государственных органах и так далее, являясь самим членом представительного органа. Конечно, это, я считаю, что возмутительно, этого не должно быть. А как это еще можно комментировать? На самом деле, мне, я думаю, что у всех слушателей, у нас с вами, одни и те же эмоции, что нас, как вы сказали, пытаются обманывать. И эти люди изначально тем самым ставят себя так, чтобы к ним нет доверия. Ну, естественно, человек не может, взрослый человек, который идет в политику, не может жить на ноль рублей 12 месяцев подряд. Да вы знаете, даже на 77 тысяч рублей невозможно жить 12 месяцев. Ну, в общем, я думаю, что этот комментарий даже излишний. Это получается, что по 6,5 тысяч рублей в месяц, вот даже минимальная пенсия у нас и то выше на разно, чем у бабушек, которые... Ну, а зачем вот это делать? Чтобы, не знаю, сострадание к себе вызвать? Нет, я думаю, что это люди живут именно в той парадигме, когда они не имеют декларированных доходов. То есть у них экономическая часть жизни достаточно туманна. И, скорее всего... Скрыт от налоговой инспекции. Да, мы с вами, знаете, мы с вами сидим только гадаем, что это может быть. Я уже сказал, теоретически возможно все, что действительно этот доход, единственный доход у человека. Вот, это возможно, теоретически, но на практике, подчеркиваю, что это не то, чтобы жалость, но и нет, абсолютно нет. Я думаю, что это вызывает, скорее всего, недоверие к этим людям. И это плохо. А вообще, если говорить об избирательной кампании, которая сейчас идет, и, кстати, разгар до выборов остался месяца один день, как вы оцениваете текущую избирательную кампанию? Ну, я считаю, что довольно-таки спокойно. Не вижу каких-то вопиющих всяких фактов черного пиара. Возможно, они где-то есть, но, во всяком случае, вот мне не попадались особо такие вопиющие факты. Ну, достаточно спокойно идут выборы. И, на самом деле, я думаю, что явка будет низкая. Почему-то у меня есть такое ощущение. Вы знаете, я недавно на улице слышала диалог агитатора одной из политических партий и женщины-пенсионерки. Она ему сказала, да кто же выборы в сентябре назначает? В сентябре все картошку копают. Ну, это уж не изменится. У нас есть соответствующий закон. В сентябре проходят выборы. Но что делать? Ну, с другой стороны, в сентябре все-таки все возвращаются из отпусков. Но это дополнение такое к явке. Да. Ну, так что, судя по тому, что я наблюдаю, не вижу какого-либо ажиотажа вокруг. Все понятно, все ясно. А низкая явка это сколько, по-вашему мнению? Ну, меньше четверти. Ну, я это предположил, на самом деле. Почему? Потому что, общаясь с людьми, у меня есть ощущение, что какого-то большого интереса к данным выборам нет. Ну, вот, к сожалению, так. Это мое исключительно собственное наблюдение, собственное мнение, собственное ощущение. Я еще хотела с вами поговорить о, ну, не знаю, как это даже назвать, истории с кандидатами от «Справедливой России», когда, ну, кандидаты, так скажем, немножко обижены на партию. В «Справедливой России» есть кандидаты с судимостями. Они вроде как этого не скрывают, но вот выясняется, что кандидаты якобы подали эти данные в партию, а партия как будто не подала эти данные в избирком. В результате кандидаты сняли с выборов на партию, они обиделись, все это вылилось в паблик. Вот, как вы считаете, эта история, в принципе, вот такое вероятно, чтобы люди, работающие в партии, отвечающие за это, просто взяли и забыли подать данные? Я, наверное, смотрит Юлия, я вот как юрист абсолютно придерживаюсь общего смысла уголовного законодательства, если судимость погашена, человек не судимый, раз она погашена. Вот как гражданин, я был категорически против, что человек с уголовным прошлым, я смотрел, кстати, по каким статьям эти люди, одно из них там за воровство, другое там за растрату, за хищение. Ну вот Юрий Басманов, он прямо открыто говорит, что да, там я взял кредит. Я бы не стал сейчас фамилии здесь называть, это, наверное, не совсем корректно в отношении к ним, но тем не менее, просто мое мнение такое, что я как юрист абсолютно спокойно отношусь к людям с уголовным прошлым, они пусть работают на каких должностях угодно, но быть представителем граждан, человеку, который когда-то там воровал у кого-то деньги, понимаете, осознанное умышленное преступление и допускать его до решения проблем простого населения, вот чисто эмоционально я это не приемлю. И тот факт, этот, как сказать, коллизия произошла, знаете, как говорят, оговорка по Фрейду, то есть раз получилось, что не получилось у них, я этому даже очень рад. Я категорически против, чтобы нас, граждан, представляли люди, которые имели проблемы с законом. Ну, я думаю, что вообще в списке есть и те, у кого получилось и получилось, но суть моего вопроса была в том, что... Мы даже знаем, у кого получилось, да? Вы верите, что это просто, ну, такая случайность, совпадение, то есть никакого умысла в этом нет? Я не могу это исключить, я не могу этого исключить. То есть, не зная всей подоплёвки, согласитесь, Юлия, но мы можем только с вами гадать. Ну, вот, просто я плохо верю, да, в партии сидят люди, миллион раз прошедшие выборный процесс, обученные. И вот представить мне, чтобы они взяли и не подали эти данные в избирком, ну, мне очень сложно представить, как такое возможно. То есть вы хотите сказать, что они были поданы, то есть якобы эти бумаги потерялись, но я не верю в эти конспирологические, такие там теории, да, на самом деле. Раз не получилось, значит не получилось. Почему не получилось, это их проблема. И, как говорится, и на старуху бывает проруха, такие опытные, да, опытные, да, люди, которые занимаются много лет выборами, могли ошибиться. Я это тоже допускаю, и практически, и теоретически. Но для нас с вами, как граждан, да, которые живут в этой области, важно другое. Важно то, что люди с уголовным прошлым не прошли, не смогли даже приступить к избирательной кампании. И это замечательно, и слава Богу. Но я вот предлагаю на этом прерваться, потому что у нас подошло время уходить на рекламу. Я напомню, это особое мнение Тахира Мамедова, члена Общественной Палаты Российской Федерации. Сейчас мы уйдем на рекламу и очень скоро вернемся. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Тахира Мамедова, члена Общественной Палаты Российской Федерации. Я напомню, что нам можно писать вопросы на сайтах akirovy.ru, в раздел «Анонсы». Их можно писать даже по ходу программы, я обновляю сайт и озвучиваю, если что-то появляется. Можно писать вопросы гостю мне в Твиттер, тоже по ходу программы проверяю. Итак, вот передо мной лежит письмо от Алексея Вершинина на имя Николая Липатникова, президента Вятской торгово-промышленной палаты, которое, собственно, вы мне сегодня и прислали. Письмо о чем? Есть инициатива отменить налоговые льготы для субъектов малого предпринимательства при применении упрощенной системы налогообложения. Суть письма в том, что Алексей Александрович просит бизнесменов и Николая Михайловича высказать свое мнение на эту тему. Причина понятна, денег в бюджете нет, и вот мы их изыскиваем всеми возможными способами. Как вы оцениваете вот эту инициативу? Значит, вчера вот нам в срочном порядке прислали это письмо членам президента торгово-промышленной палаты. У нас, кстати, сегодня буквально через час будет заседание президента. Я думаю, что мы заседание просто обсудим в Вятской торгово-промышленной палате. Получив это письмо, у меня первая реакция именно была та, которую я сейчас попробую изложить. Там, кстати, две причины приведены. Первое, то, что действительно плохо с бюджетом, у нас денег нет, и источник выпадающих доходов порядка 32-35 миллионов приводится до... При этом, вот подождите, я давайте прям зачитаю. Объем налога, уплаченного данными налогоплательщиками в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2015 году составил 37 миллионов рублей. При этом объем выпадающих доходов регионального бюджета 18 миллионов. Да, 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 все наборы, значит, 37 это налоги... И 18 выпадающие доходы. Да, да, совершенно верно. Значит, ну, в этих сухих цифрах что выражается? Вот смотрите, льготы там очень интересные на самом деле. Льготы для предприятий, которые находятся на такой упрощенной системе, как доходы минус расходы. Ну, как мы говорим, 15 процентов. Мы, значит, те, которые 15-процентники. Ну, а если они платят заработную плату больше, чем 2 мрот, значит, 2 минимальных оплат труда, то они освобождаются от части вот этих 15 процентов. То есть это какая-никакая льгота. В любом случае. Как вы сказали, какая-никакая. Да, почему? Там еще приведена интересная статистика, что данные льготы в Кировской области пользуются около 200 предприятий. Но, знаете, 200 предприятий это немало. 200 предприятий малого бизнеса для Кировской области это немало на самом деле. Ведь за каждым предприятием, ведь не факт, сколько за этим предприятием стоит. Например, у нас в разные годы это до 100 человек в нашем предприятии. И мы применяли такую систему налогообложения и продолжаем применять. То есть это 100 человек. Это существенно. Это 100 семей. Извините, вот у каждого работающего, за ним, скажем так, одна семья или там несколько человек. То есть это вот в арифметической, геометрической прогрессе получается достаточно немалое количество. И ссылка на то, что там всего 200 предприятий, и давайте это незначительно, это мы отменим. Вот содержательные части... С какой стороны посмотреть получается? Абсолютно верно. С содержательные стороны это недопустимо, потому что минимизируют они возможные негативные последствия для тех 200 предприятий, которые применяют. Потому что никто сейчас там, в частности, в обращении к бизнес-сообществу, правительство не анализирует, что за эти 200 предприятий и сколько в этих предприятиях работали людей. Я говорю только на примере одного предприятия, я говорю, порядка 100 человек. А если их умножать хотя бы по 50 человек на 200, представляете, сколько получается работающих. И это предприятие, как правило, сегодняшнее, со своим состоянием предприятия выживают. А никакой серьезной перспективе развития, стратегического развития, исходя из нынешнего состояния экономики, который находится в состоянии рецессии, не приходится говорить. И любая копейка для бизнеса на сегодняшний день, это струя воздуха, и этот кислород нельзя перекрывать. Это с экономической точки зрения, а с точки зрения эмоциональной, вы знаете, и так плохо живется предприятиям, они стараются выживать. И говорит, если сегодня это не популярно, сказать о том, что предприятиям отменят эти льготы, это привнесет довольно-таки достаточно серьезные, негативные, значит, эмоциональные, в эмоциональные среды состояния бизнес-сообщества. То есть эти 18 миллионов рублей выпадающих доходов того не стоят? Абсолютно не стоят. Могу сказать, если предприятия запланировали и на вперед свои налоги, свои издержки, они не увидят эту льготу, у них этой возможности не будет. Они найдут другой способ. Путем перехода на конвертную систему оплаты труда, путем каких-то других. То есть ожидаемого или желаемого эффекта от этого нововведения, скажем, упразднения этих льгот, правительство не получит. Но получит другое. Эмоциональный негатив и в том числе экономические дырки, но уже в другом месте. По закону сохранения энергии. Вот моё мнение по этому поводу. Я думаю, что, наверное, большинство предпринимателей вас поддержат. Как вы считаете, если там предприниматели и торгово-промышленная палата выскажут правительству свое несогласие с этой инициативой, вас услышат? Я очень надеюсь, раз такое письмо написано, прежде чем принять такое решение, мы бы хотели услышать мнение бизнес-сообщества. Но торгово-промышленная палата достаточно влиятельный бизнес-сообщество. Надеюсь, мы сегодня именно в такой редакции примем наше мнение, направим правительству Николаю Михайловичу, как говорится, строго-настрого попросим и поручим от имени президиума торгово-промышленной палаты, чтобы он эту идею там сумел отстоять. Я на это надеюсь. Вот ещё есть тема у меня про социальное предпринимательство. На сайте Общественной палаты Российской Федерации как раз нашла новость. Минэкономики предлагают выделить социальное предпринимательство в отдельную приоритетную область деятельности малого бизнеса. А вот почему у одних забирают, другим дают, и зачем это нужно, выводить социальное предпринимательство в приоритетную область бизнеса? Ну, тема, вы самые вкусные напоследок оставили. Тема, на самом деле, очень большая, да? У нас ещё целых пять минут. Ну, постараемся основные моменты сказать. Во-первых, Минэкономразвитие целенаправленно, это первое ведомство в стране, которое целенаправленно формирует такое понятие, как социальное предпринимательство. Как вы, вот, мы с вами там, переписки, мы говорили о том, что действительно нет легального, законодательного... Да, термина нет. Да, термина нет. Что же это такое? Но, если взять издержки и выдержки из различных законов, подзаконных актов, мы поймём, что это некоммерческое общество, то есть предприятие, которое создаётся не с целью привлечения прибыли, а для реализации... Для решения социальных, культурных, иных проблем, которые существуют в обществе и направлено на развитие гражданского общества, их деятельность. И представители этого, этих предприятий, этих организаций, они не являются... То есть они не распределяют доход между собой. Но, по большому счёту, это НКО, да? Совершенно верно. Это, да, это НКО, это общество, значит, некоммерческие организации, и в том числе общественные организации. Общественные объединения, там по ним разные законы, соответственно, их исследуют, наверное, раздельно. Раньше, кстати, об НКО глава была в пятой главе Гражданского кодекса, с прошлого года их вывели в отдельную... Значит, эта часть Гражданского кодекса утратила силы, по отдельным законам они действуют. Почему в отдельное, как бы, как приоритетное направление? Так оно фактически уже существует, это положение вещей. Вот ситуация с НКО, в том числе с социальным бизнесом, она эволюционирует так, что они и так выделились в отдельную, значит, в отдельное направление, это отдельная сфера бизнеса. Как обычно говорят, если вы благотворитель, и вы получили грант, вы уже бизнесмен. Вот что происходит. То есть, это предпринимательство... Ну, то есть, все-таки это бизнес. Это, безусловно, бизнес. Потому что они имеют дело с деньгами. С деньгами, да, как реклама. Значит, и получают достаточно немало денег. У нас есть примеры некоммерческих организаций, которые за несколько лет получили сотни миллионов рублей грантов. Подчеркиваю, сотни миллионов рублей. Но ведь НКО всегда получает грант под проект. То есть, они пишут проект, прикладывают к нему смету, описывают идею, механику, как все это будет реализовано. Совершенно верно. И под это получают грант. Совершенно верно. Вот тут четко это все излагаете. Так вот, есть предложение составить некие... Значит, в данном случае есть у нас, кстати, и законопроект о социальном предпринимательстве. Если вы в курсе, то в Государственную Думу были внесены несколько проектов. Насколько мне известно, вот об одном проекте и проекте о изменениях в закон о социальном обслуживании. Кстати, его вносил наш... Не чужой нам человек Игошин, который работает... Подождите, давайте с предпринимательством... Так вот, я про это и говорю. Вот у нас есть достаточно большие мазки разрозненных законодательных актов. Их немало. Изменения к данному развитию. Есть изменения в закон о социальном обслуживании. Есть различные, значит, приказы о мини-аконном развитии. Где четко говорится о неком таком понятии, как социальное предпринимательство. Если мы собирательно возьмем понятия из различных этих подзаконных и нормативных актов, у нас вырисуется понятие социальное предпринимательство. Сейчас же предлагается выделить их в отдельную сферу, сделать их... принять закон именно о них и регулировать эту деятельность уже на уровне законодательном. И я думаю, это нормально. Это как раз, вы знаете, когда в обществе возникают какие-то общественные отношения, они не отрегулированы юридически, законным путем, законами не регулируются. То есть идет определенная эволюция этого понятия. Но она, на мой взгляд, это понятие достигло такого состояния эволюции, когда необходимо принятие нового закона. Где бы мы взяли бы все положения, нормы регулирующие их деятельность, и, соответственно, работали бы предприятия именно в соответствии со специальным законом, принятым об этом явлении общественном. Это нормально, Юль. Я считаю, это нормально. Хорошо, Тахир Ильич, у нас, к сожалению, заканчивается время. Как всегда, очень быстро и неожиданно наступает 13.45, когда нам время прощаться. Я напомню, что это было особое мнение Тахира Мамедова, члена Общественной палаты Российской Федерации и генерального директора группы компании Pro Business Consulting. Я благодарю вас за эфир. Спасибо. Спасибо вам. Программу для вас вела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. Особо.